Сергей Квасов словно супергерой преодолевает высоту четырехэтажного дома за считанные секунды. Штурмовая лестница – один из этапов в пожарно-прикладном спорте. Им парень занимается третий год с момента поступления на службу. На пожаре тушишь, нужна физическая нагрузка, силы, нужны там, как бы сказать, ловкость, может быть. А мы здесь в этом спорте, и у нас и сила, и ловкость, все тренируем это. Впрочем, здесь далеко не каждый пожарный профессионал. Со всей республики собралось две с половиной сотни участников, половина – дети, младшему – 13 лет. Преодолеть полосу препятствий, развернуть пожарные рукава, потушить пламя – все это с юных лет развивает культуру не только физическую, но и противопожарную, уверены организаторы. Пожар может случиться везде, а дети, которые знают, чем это чревато, но они не будут, по крайней мере, играть со спичками, опять-таки, избитая фраза, но это серьезно. Они очень серьезно этим занимаются. Такие соревнования в Хакасии проходят уже 34-й год подряд. К слову, растет не только количество участников. С недавнего времени к состязанию допустили девушек. Несмотря на сложность и специфику заданий, как выяснилось, участвовать им все же интереснее, чем наблюдать со зрительской скамьи. Главное, чтобы было над чем тренироваться, где тренироваться, с кем тренироваться. Был хороший тренер, база была хорошая. А так, в принципе, все могут это сделать. И время, чтобы было. В принципе, это помогает очень до физического развития. Тут, получается, качаются и ноги, и руки, и все-все-все. И, соответственно, ты соображаешь, куда там нужно подцепить, как нужно ногу поставить, что-то еще какие-то движения сделать. Все элементы соревнований по пожарно-прикладному спорту взяты из жизни, из боевых будней пожарных. Поэтому элементы вот эти все однозначно нужны и полезны. Что это дает, то, что привлекаем детей на эти соревнования? Естественно, если юноша или девушка занимаются пожарно-прикладным спортом и в дальнейшем изъявят желание поступить в ВУЗ МЧС, естественно, у них будет большим плюсом то, что они занимаются пожарно-прикладным спортом. Соревнования по пожарно-прикладным видам спорта традиционно проходят в два дня, ну а команда, набравшая большее количество баллов, отправится в Омск на сибирский этап. Константин Кравцов, Станислав Колченаев, Антон Новожилов. Вести Хакасия.